что это значит всем привет ребята это наш первый влог масс но у него нет заставки почему я расскажу вам в конце этого видео елку мы так не нарядили хотя купили в общем желаю вам приятного просмотра в конце все вам расскажу что такое у нас приключилась вот такими глыбами нам принесли трошниковый сахар из самоката это не у меня скриплась и тут так было в упаковке прикиньте ребят всем привет и добро пожаловать в новый влог у нас на календаре сегодня последний день ноября вот видите накрасилась мы сегодня с Валерой съездим в Ашан выбрать елку вот здесь что мы найдем что то что придется нам по душе высотой наверное примерно с меня что-то такое плюс-минус метр шестьдесят метр семьдесят было бы супер как мы конечно уйдем ее на такси я не знаю влезть ли она коробка это съел как в такси как-нибудь короче будем вруливать этот момент мне кажется что у меня очень яркая бумага мне непривычно в общем я потихонечку разбираюсь завариваю сейчас себе чай Виктор спит просто ребят мы сидим в кафе раньше это было вообще-то одно время это чуть ли не каждый день было а сейчас только полтора месяца наверное да мы никуда не уходили вдвоем мне как-то странно даже себе сейчас ощущаешь вот так вот видите-ка просто сбагрили и пошли в отрыв сбагрили а сама только и смотрю ребята на часы такая так 13.30 сейчас смотреть вообще-то время надо уделять друг на другу тоже хотя бы раз в полтора месяца чтобы просто все эти кофейка попить что входит в это уделение время друг на другу все попить кофейка мне дома или что на самом деле нам надо просто елку купить и поэтому мы его вышли все эти ком сейчас не очень подружно по Ашану ходить мы сейчас глянем что к чему может быть плакать или будет жарко он хочет плакать когда-то я пока что знаете я пока что морально еще не готова с настолько маленьким ребенком выйти скажем так в люди и чтобы он очень сильно разревелся я пока что не готова если бы это было лето это было бы другое потому что реально не надо будет куртки эти снимать туда и сюда это непривычно непривычный потому что у меня дом но понятно что постепенно как сказать жизнь войдет в русло более такое ну мы привыкнем еще сильнее и плюс Виктор будет и поедем в поездочке да и у нас будут расширяться наши возможности возможности они есть в принципе чуть ли не с первых дней его рождения в любом случае просто именно некий мой страх мое какое-то неудобство с таким маленьким ребенком куда-то выходить плюс еще зима то есть тут много обстоятельств то постепенно мы утрясем я думаю все процессы но пока что кофеек я еще жду свой и заказали в общем вкусняшек на третью заднюю сейчас близенько посидим и пойдем ошан но без кофе сейчас вообще не так пока что потому что сон обрывкнули поэтому кофе помогает кофе и холодную душу да но нам помимо елки нужно еще надобности всякие купить расходные материалы снова да расходники расходники у нас заканчиваются и еще там несколько всяких штук да в принципе можно было есть ничего не заказывать вполне себе сколько тут калорий я представляю орешки еще что-то с гуха сверху что-то с карамель взбитые сливки но вообще арахис типа мне считается что вроде как нельзя потому что именно арахис считается аллергеном какая-то довольно сильно ну сковерно или ты съешь почему отлично ну ладно ребят скушайте вы представляете что вы вот это сейчас кушаете и напишите было ли вкусно ням-ням-ням ням-ням-ням-ням все я вас покормила еще раз приятно об этом ну если честно кстати оно смотрится вроде так прикольно но на вкус на обычный ana не конек в куртку кофе норм Даже вставляют больше, чем в домашних, хотя там на 5 зерен крепость вставляют. Зашли с Валерой в Остин. Остин Кидс. Смотрите, сколько всяких всячин. Самогодний, да? Детей. Да, ну здесь такое все постарше. Вон 4-6 лет. Ну классные, конечно, комплектики. В тот момент, ребят, когда сама не отказалась вот от такой бы курточки. Ну у тебя роспульс такой же, может, подойдет. Офигеть, она переливается. Очень красивая. Вот она. О май гад. Нет, камера не передает. Это такое что-то сливочно-белое с розовым отливом. Зеленым тут отдает. Вот я бы такую носила, только взрослую. А еще здесь есть, вон, рождественский. О, слушай, так это на меня. Это в детском отделе. Так я же влезу сама в такое. Я с тебя про это и говорю. Обалдеть. Короче, тут даже Наташа на рост есть, вон, 164. Да, а что это в детском? Так я себе возьму сейчас. Класс, я одеваю в детском отделе. Мне порой хочется... Ну, это Наташа на стихе. Мне порой хочется вернуться вот в детство, чтобы у меня... Чтобы для денег самое главное было. Именно у меня на кармане не родители упрашивали, а у меня на кармане были деньги. И я вот это вот себе все купала. Так, ну смотри, здесь тоже есть твой размер. Вон, 164 тоже. Ну да, это платье. Платье для девочки. А ты кто? Для девочки. Витьку надо новогоднюю какую-то штуку прикупить. Бодик какой-нибудь. Это для девочки. Да. Вот новогодний Кафтана еще, Наташа, смотри. Вот новогодний Кафтана. Ого. Надо красный прям, чтобы как Санкт-Клаус был. А какой у нас 57 сантиметров вон, да, у нас? Сейчас 57, да. Ну, по идее, это его 56 сантиметров. 0,1 месяц. Такое большое, смотри. Прибрахлилась маленько. Да, прибрахлилась. Купила детский свитер все-таки. Да, детский. И маленько каких-то вот светочек. Тут в том, что, да, достаточно есть прикольных свитерей. Все, 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 все прикольные, да. Особенно вот эта мне понравилась, витрина, посмотреть. Такое все эстетик. Очень много свечек нового в Сан-Сей. Вот эта форма мне понравилась, красивая. А что не взяли ее? Да не знаю, у нас свечей. У нас свечей много не бывает. И еще пришли новые свечи. От зрительницы от моей надо забрать сходить. Ой, у них даже новогодний стенд есть. Да, смотрите какие. Мы решили выходить. Походу сейчас не выйдем просто тогда. Нет, я сюда уже заглядывала специально. А, ничего нет отдельного? Ну нет, ничего симпатичного, но не прям, чтобы. Вот еще полочки. Не прям, чтобы взяла за душу. Ну вот я в детстве обожала, например, вот эти шары. Трехник. Я в том году здесь грохнула свечу. Да, это мне уже здесь страшно что-либо трогать. Ну, вот вроде красиво, но посмотрите деревце как сделано. Это просто теные проволоки, посмотри. Ну, кстати, да. Это просто проволоки скрученные. Было бы то реалистично. То есть не... Ну, такое, как будто делал. Вот это красиво. С домиком джинджербрэд хаус. Это, наверное, покрасивее, конечно. Для мелкого адвент можно будет потом делать. Да, можете сами сделать. Каждый будет откупоривать. И потом какие-нибудь пняжки класят. Ну, это, кстати, классная идея, сколько он скидывает. Но в этом году он не понадобится ему. Тысяч триста. Но следующим ему может уже не быть. Хотя, может, что-нибудь другое будет. Или Валера он сделает. И здесь будет Cartier, здесь Dupardier, здесь Perdudier, здесь Hallouin-Tier. Я буду так все открывать и думать, нифига себе, у меня в мушках. Любят. Вообще завалил меня. Что ему знаешь за елочкой? Наташа говорит, ты же за восемь сейчас, наверное, можно купить елку. Ага. Ну, ладно, это подешевле, так и быть. Но это огромные. Ну, я планировал, что она хотя бы с тебя ростом будет. Не меньше, чем предыдущая, которая на северной была. Ну, примерно. Но это-то в два раза больше, чем-то. Ну, не в два. В полтора? Примерно, да. Ну, в общем, вот такие вот нынче цены на елочки. Вот такой еще вариант есть. Ой, нет. Он не очень практичный, смотри. Вообще не практичный. Покинь, как она будет открываться пылью, кажется. Из года в год. Да вообще жесть. Типа снег. Мне кажется, ее хватит, ну, максимум на два-три нового года. И то ставьте ее не больше, чем на неделе. Да, шарики, вот когда одевать будете, все это облетит. Короче, такое. Я вам скажу, мне понравилось вот это вообще. Это прям очень красивое. У нее какие-то такие вот, типа нежные вот эти. Вот еще есть похожее. Она, конечно, чуть более редкая, но нормальная. Это тоже красивое. Она очень, конечно, естественная. А, смотри, там фейки внутри уже вообще непроработанные. Там внутри говно. Так она норма, а вот. Зашли мы в Ашан сам. Посмотреть, короче, даже елки быстренько и все остальное, то, что нужно купить. Здесь такая милейшая, конечно, стенд классный с пуансеттией, во-первых. Пуансеттии, это вот эти цветы. Зелено-красный. Я не знаю, кстати, сколько они стоят. Мне кажется, совсем ни о чем, да? У них такие еще нежные листочки. Вот, это 615 рублей пуансеттия. И здесь вот такой здоровский стенд с кактусами, которые украшены к Новому году. Ну, типа кактусы вот Санта-Клаус, смотрите. Конечно, баловство. Но так по прикольчику, знаете, подарить кому-то. Почему и нет. Очень забавно выглядит так, как какой-то анекдотик, да? Еще есть вот кактусы оленей. Мы, в общем, так постарались. Интересно, очень украсили этот стенд. Мне прям нравится. И смотрите еще, какие здесь есть. Соланум. Я даже не знаю, что это. Смотрится тоже интересно очень. И орхидеи вот всякие. Посмотрите, какие роскошные фикусы. Он стоит 9,5 тысяч. Но он просто вау. Это вот фикус эластика. Ну, прям такой крупнолистный. Посмотрите. Ой, как у чего, Наташа, цветочки. Ну, он, конечно, прекрасен. Прекрасен. Но цена кусачая. Просто кусачая. И вообще здесь, да, был завоз. Видно, прям был завоз цветов. Потому что в прошлый раз я была не так давно. Здесь такое все было придевшее, какое-то страшненькое. Сейчас прям красота. Все такое свежее, сочное. Прям только-только, видимо, привезли, расставили. Идем к Валерию Леонидовичу. Он все уже смотрит елки. Посмотрим, что предлагает нам сам Ашан. О, боже, какая жесть. Да шо ж тебя так потрепало-то, милая? На какой вписке тебя пускали по кругу? О, боже. Ладно, это ж... А может, не разобранная до конца? Очень странно смотрится. Вот это мне не нравится. Это просто как будто бы мишура. Это ужасно, я считаю. Вот это вроде бы и прикольно, но на такие жирные лапы неудобно, мне кажется, вешать украшения. Очень толстые, конечно, они. Мне очень это удобно. Вот такие лапки мне нравятся. Вот такие. Но елочка маленькая, конечно. Вот это вообще какое-то недоразумение. Ну, что мы и хотели, тысячу рублей. Ну, снежные, запыленные, это вообще не мое. Если выражаться не грубо. Я считаю, что это, не знаю, какая-то похабщина. Для меня это какая-то похабщина. Тем более некоторые ветки, смотрите, насколько сильно запыленные. Некоторые полупрозрачные. То есть, как будто кто-то, ну, не знаю, там, распили водяры какие-то, мужики. И давай опрыскивать елку. То есть, это настолько все рандомно здесь набрызгано. Некоторые вообще, вон, даже не пробрызганные ветки. Ну, короче, да. Это какое-то недоразумение. Недоразумение за 12 тысяч рублей. Ты пытаешься... А, ее просто не расправили, да? То есть, у меня еще есть нормальная елка ваша. Здесь какое-то недоразумение. Вот эти вот, посмотрите, ребят, ну это что такое? Боже, какой ужас! Это просто страх. Вот это, смотри, как будто ей пол подметали. Что с ветками? А что с ней? А это такой эффект. Да, смотрите, а как это? Ребят, это ужас. Раздолбанная. Да, будто бы взяли ветки и им подметали асфальт. Такой, знаете, страшный асфальт раздолбанный. Ну, вот в том отделе, где мы сейчас были... Мы там подсняли, кстати, немножко, да? Я что-то не поняла. Да, вроде. Вроде подсняли, да? Вот там, конечно, намного лучше были елки. А это... Кузятое, это вообще палка какая-то. Вот, колышек. Ну что ж, ребят, давайте посмотрим. Ну, здесь тоже опять та же фишка спереди нормальной ветки. Внутри вот это вот недоразумение. Вот это издалека симпатичное. Ну, такая... Ну, это более-менее. Ну, короче, не знаю. А вот это? Следующий лот. 10, 10.90. Вроде бы нормально, но как-то прозрачненько, да? Вот этот цвет мне нравится. Вот такой вот. Такой немного даже осенний как будто оттенок. 13 тысяч. Ну, в общем, да. Цены на елки веселые. Но что мы хотели? Что мы хотели? Такая жизнь, такая жизнь. Это тоже какая-то слишком конусная. Не знаю. Вот это очень на естественную выглядит. Такая прям. За натуральность явно вот эта елочка. Но маленькая. А здесь снова у нас недоразумение, которое обшикали бухие мужики. На спор. Кто лучше обшикает? У одного елка была, у другого елка. Нажрались водяры. И давай обшикать кто во что гораст. А потом это выставили на продажу. Ой. Ой. Просто ужас. А вот такие вот всякие белые. Вот эти они мне напоминают нашу с Валерой. Момент, когда мы жили на съемной квартире. У нас была белая елочка. Где-то, ну, наверное, в половину длиной. Высотой точнее. И вот она была такая вот белая. И с каждым годом на ней накапливалась пыль. И она с каждым годом становилась серее, серее, серее. Желтее. В общем, вот это елки на один раз, я считаю. Ну, и она вот такая мятая потом вся. Да, и она вся мятая. Сколько она нам прослужила? Два новогодние. Одни или три даже. Мы потом переехали на другую квартиру уже. На предыдущую нашу. И она все еще у нас была. Ну, в общем, ребят, смотрим на этот вариант. Но она не вся расправленная, конечно, да. Ее надо отрегулировать. Ну, внутри у нее тоже вот эти шуршашки, которые, говорим, конечно, не очень нравятся мне. Но с другой стороны, знаете, наверное, когда ее украсишь, повесишь всю эту мишуру, гирляндочки, это как-то не будет бросаться в глаза вообще, что там внутри что-то такое. Плюс, что это вот только первое, что-нибудь потом, все прессы глаза вообще будет пофиг. Да. Ну, сейчас решим. Визуально-то, да, нормальные у нее вот эти веточки, конечно. Ну, видите, такая, ребят, фишка, когда визуально вот эта елка красивая, но внутри у нее начинается вот эта шебуршушка, сразу цена зато в два раз меньше. Мы так поняли с Валерой. Даже больше, чем в два раза. Больше, чем в два раза, да? Если она до конца с такими качественными веточками, то она уже стоит так прилично. В общем, ладно, ребят, покажу вам, что купили. Если что-то, конечно, купим потом. Вообще, у меня, конечно, идея сначала поставить до конца почти декабря вот искусственную елку, а потом за неделю до самого Нового года купить все-таки настоящую и перевесить украшения с искусственным на настоящую. А какой у вас смысл тогда? Не так понимаю, может, сразу настоящую возьмем? Так, а когда мы ее возьмем? Она облетит за декабрь. Ну, в середине декабря. А нам хочется именно вот эффекта. Не знаю. Ну, как-то без елки полмесяца сидеть. Вот такое. Да и опять же она останется на несколько лет вперед. Если мы там не будем, да, покупать настоящую, мы будем доставать ее, эту искусственную. Она просто будет лежать и как бы ждать вот час. Если она пригодится. В какой-то из годов еще. Ну, пригодится в любом случае. Мы же как бы не на один сезон ее берем. Так, Валера хочет взять пару украшений новеньких наилок. Наверное, что есть. Мафон. Стеклянный мафон, да. Да, прикольный. Половина стеклянная. Как все вот эти машинки. Машинки берем. Компаньонок, трамвай из Питера. Да, мы же купили трамвайчик питерский классный. Когда Виктор подрастет, мне кажется, это у него будут излюбленные игрушки. Оценит. Если бы у меня вот такие в детстве были, я вообще это буду. Да? Писался бы кипятком. Да. Обычно чуть теплым писался, а там бабулкипиток. Есть как что-то симпатичное, классное. Есть и прям полный трешак. Chinatown, как говорится. Ну, это так, это общее название. Никто не говорит, что Chinatown. Это обязательно что-то плохое. Просто. В общем, да, пара игрушечек еще взяли. Машинчик, что-то захватил. То, что нужно. Что? Нашел. Что это значит? Выйти за тебя. Это бриллианты. Выйти за тебя. Второй раз. Нет, третий. Я подумал. Две было до свадьбы? Вообще, вообще, тогда вот так вот. Это ж сколько разводиться и сколько жениться надо, Валер. Смотрите, ребят, вот это, по-моему, еще прикольная игрушечка. Здесь в калибре на цветочек садится. Так. Стеклянный, кстати. Смотрите, тут с некоторых своровали кристаллы драгоценные. Золото, бриллианты. Да. Что-то тут за потягушечки такие. Потягушечки. Да. Потягушечки. Мама с папой елочку купили сегодня. А тебе все равно. На елочку. Да? Да. О. Чешо. Чешо. Виктор такой вот лежит. Ой, чешнешь сейчас? А, зевнешь. Да, зевнешь. Короче, у нас заставочка такая, знаете, зимняя. Christmas hail. Black Friday. Или как-то детям немножечко портят как-то картину. Не знаю, из надписи. Так прикольно. Заходили, короче, мама с папой моей. Мама принесла мне традисканцию. Вот такую. Я ее поставила, видите, в вплетеный вот это кашпо, в котором раньше стоял этот стендапс на Валерином месте. Там вообще все это в пластиковом горшочке. Мама вот. Она росточки укореняла, и вот так вот мне пересаженный его уже принесла. Я его сюда поместила. Здесь у нас значочки вот такие. Здесь у нас Виктор, которому мы сейчас пойдем смотреть. Подгузничек. Подгузник мы меняем ему, наверное... Я даже не знаю, ребята, я не засекала, ну, типа, может быть, 6-7 раз в день будет поменьше. То есть тут в зависимости от урожайности как бы, да? Назовем это так. В зависимости от урожайности меняется подгузничек. Сейчас уже пора будет поменять. Я ему так ручки достала. Несмотря на то, что у этого костюмчика, в принципе, в принципе, можно сделать вот эти вот лапки. Вот. То есть вот эти вот. Вот так вот выворачиваете, чтобы лапка была спрятана. Чтобы он себя не царапал. Но мне что-то захотелось ему так-то освободить. Пусть лежит, машет рукоятками своими, да? Накоточки у него, в принципе, стриженные. Мне кажется, он не должен себя как-то поранить. Че уж, он совсем изверг, что ли, да? Скажи, я че сам себя хочу уничтожить, что ли? Это маловероятно. Мне не хочется самого себя уничтожать. Поэтому аккуратненько лежим. Вот так-то аккуратненько, значит, мы лежим. Валерта у нас еще работает сидит. Ну, а мы вот, можно сказать, чилим перед телевизором. Хотя, как сказать, чилим? Я сейчас тоже все равно и работаю тут, параллельно работаю в телефоне. Дела делаю. И дочитываю эту книжку одну. Ёлку будем наряжать завтра, я думаю. Сейчас у нас уже время 8. Да, завтра, может, вечером этим займемся. Или даже в субботу. Не знаю, ну, посмотрим, короче. Какую книгу я читаю? Ну, вот, знаете, такая даже... Я бы не сказала, что это как прям полноценная книга. Это такой сборник забавных советов, рассуждений и опыта от... В общем, вот Лена Бук называется. Да, педагог, журналист со стажем, телеведущая. Встроя уникальные методики сохранения адекватности в декрете. Я посмотрела, у нее вот этот инстаграм вообще небольшой. Такая книжка 50 можно, с которыми маме станет легче жить. Это вообще ржака. Серьезно, я эту книгу увидела случайно. Будь здоров, Будь здоров. Будь здоров, Виктор Валерьевич, Будь здоров. Я увидела случайно на сайте какой-то книжный. Даже уже не помню, какого. Что-то там мелькнуло в рекомендациях. Я такая, ну-ка, пойду полезу, почитаю. Она вообще непопулярная, эта книга. Как-то так вот вышла, да? Мало заказов даже этой книги было на Велдерес. Но мне захотелось по описанию ее взять. И, блин, такая забавная книжинца. Она очень легко читается, потому что здесь крупный такой шрифт. И здесь реально 50 можно мамам. Здесь так немножечко типа психологии, но такой веселой психологии. Но больше всего мне нравится, что здесь делится своим опытом материнства. Знаете, от пребывания в роддоме до уже, не знаю, двух лет, может быть, ребенка. И вот она тут рассказывает всякие шутки, травит, короче. Но в каждом этом можно. В конце идет либо практическое задание там, чтобы почувствовать себя спокойнее и лучше, да? Либо какое-то психологическое такое заключение. Тоже все это сделано с таким вот юморком. В общем, я бы не сказала, что это книга, какая-то там психология, чтобы что-то выяснить. Нет, это просто такой опыт материнства одного человека, но с добавлением немножечко щепотка психологии, щепотка юмора, щепотка чего-то там еще. Я бы посоветовала как развлекательную такую все-таки литературу. Но прям вообще здоровская такая книжка. Мне прям понравилась. Я половину прочитала, а сейчас буду дочитать. А еще у меня сегодня было настроение в Вашане. Господи, у меня бывает настроение сканворд. Купила сканворд. Сканворда ручной работы. В смысле, а бывает какой? А какой работой бывают сканворды? Я не разбираю. Да, здесь, видите, сканворды ручной работы с енотом с таким. 5000 рублей можно выиграть. Вау, вау. А здесь вот сканворды в тяжелом весе. Толстяк. Ну что, подгадываем? О-о-о. Угу. Все все поняли, я думаю. Можно закрывать. Скорее. Итак, пришла моя мама. Сейчас пойдет гулять с Виктором Валерьевичем. Я-то его одеваю. Да. Вот ногами тут до рыгания пошло. Носечки. Утепляем. Сидим гулять. Я пока за это время сниму сейчас рекламу. А потом пойду на почту. Мне нужно отправить посылочку с моего конкурса в Телеграм с косметикой Artvisage. Еще ничего тоже не сделала. Этим тоже займусь. Потому что мы сегодня с Валерой, короче, хотим снять один прикольный тренд в Инстаграме. Но со своей подачей. Но это уже, скорее всего, к вечеру будет дело. Поэтому, да, по макияжу пусть у меня сегодня будет. А вечером займемся съемками. Я надеюсь, что задумка, которая, да, на меня пришла сама по себе в голову. Мне хотелось обыграть этот тренд. Он очень сейчас популярный в Инстаграме. Но я люблю как-то по-своему обыгрывать. Надеюсь, получится задуманно и будет выглядеть так, как мы себе это представляем. Я забыла вам показать, ребят. Вчера, когда заходили в Сенсей, купила себе все-таки вот этот свитер. Ну, вам показывали его, по-моему, только на магазине. Там висели, да? Я вообще удивлена, конечно, что это из детского размера. Ой, из детского отдела. Он еще так хорошо тянется. Не знаю, конечно, что с ним будет после стирки. Потому что, мне кажется, ну, качество у вещей в Сенсей посредственное довольно. Но, может быть, вещь на вещь не приходится, как говорится. Раз на раз не приходится. Может быть, есть и хорошие. То есть, кто, как говорится, знает. По крайней мере, прям детские вещи именно для супер-супер маленьких таких. Вот детей там до трех лет мне показались очень качественные. И ткань какая-то не очень приятная такая к телу. То есть, ну, не знаю, могу ошибаться, конечно. Посмотрю, что будет с этим свитером. Ну, сочетание цветов, конечно, здесь прямо очень-очень приятное. Короче, да, я снимаю сейчас рекламу. Мама, да, ушла пока в свитере гулять. Сейчас они уже вернутся. И я его покормлю, наверное, на дневной сон его уложим. Реклама у меня вот такой вот холст. И это просто печать фотографий на холстах, да. И я решила выбрать вот эту фотографию в свои вписки. Мне очень она нравится. Есть, конечно, такая замученная. Даже макияж меня не особо спасал, как я выглядела на выписке. Ну, да, конечно, терпелась я достаточно. Кстати, да, у меня все-таки есть идея снять видео «Мои роды», где я еще раз все подробно расскажу. И уже спустя время какие-то общие свои впечатления вам поведаю. Пришел молиться. Тремлет пока. Пойду с выручить, я смогу попью. У меня пока лежит клеточка. Клеточка. Сумма еще тысячи островов. Сбегла на почту, поправила посылку, вернулась, заварила себе чаек. И мне пришло еще с Алика несколько заказов, в том числе это теплое платье и новогодняя пижамка. По-моему, просто супер качественные какие-то вещи пришли. Буду смотреть. Попозже вам тоже все покажу. Надо все примерить, посмотреть, постирать, то все. И скоро буду видосик снять с одежды из Алиэкспресса. Пока что просто вам покажу. Здесь вот такой принт. Очень качественная ткань. А, это тренди ел, но это известный, по-моему, китайский магазин. У них такие шмотки прям, более-менее качественные. И теплое такое платье. Платье туника. Теплое, прям на зиму, широкое. А так, ребят, да, наверное, хочу закончить этот влог. Он получился такой, по крайней мере, его конец получился сумбурным. Я думала, что этот влог закончится тем, что мы наряжаем елку. Потому что елку мы купили. Часть украшений достали. Часть украшений, как оказалось, все-таки лежит в гараже у папы моего. Почему? Потому что позапрошлый Новый год мы еще отмечали на той квартире. И украшения лежат в той коробке вместе с елкой. Эта елка лежит в гараже. Вчера перерывала, конечно, я весь дом. Тут думаю, где же украшения, где же украшения. В итоге нашла только пакет с украшениями, где в основном елочные украшения от Васи, от моего подписчика. И несколько купленных, их очень мало. Потом доходит до нас, что все это в гараже. А какие там тоже нет? Там это, там, там. Я уверен, что там старая елка, но вот внутри... И гирлянды нужные, огоньки тоже там. Конечно, с Азоном нам еще идет часть декора. Но это, это там больше для видео, там у меня будет рекламный, короче, видос. И вот, короче, получилось так, что ничего мы не нарядили. Потому что, да, вчера только поняли, что это все в гараже. Это первая причина. То есть не успели быстро скомпоновать это все, чтобы мой папа привез. И нарядить, и сделать заставку для влогмасса. Хотя влогмасс, конечно, в этом году он такой. Типа раз в 4 дня я планирую выпускать влог. Может быть, к следующему влогмассу мы уже что-то сделаем. Либо у меня идея есть за неделю, за 10 дней до Нового года. Может, еще более новогоднюю заставку сделать и так далее. Ну, как бы, да, когда появляется маленький ребенок, не все так быстро и слаженно может быть. И это абсолютно нормально. Ну, а во-вторых, то, что более весомо. У меня записано, что мы сегодня забираем эти украшения. Сегодня наряжаем елку и сегодня снимаем заставку. У меня это было в планах. Но планы, знаете, они умеют, конечно... Ну, короче, ничего по плану не пошло. Начиная с сегодняшней ночи. Сегодня ночью, потому что, видите, не спал. Он и не плакал, что там на взрыв. Он просто не спал. Он что-то все возился, какие-то звуки издавал. Короче, ночь у нас такая получилась бессонная. Потом, значит, утро я заподозрила, что у него... Какой-то он горячий. Мы померили ему температуру. Оказалось, температура не прям, конечно, там большая, но была. Вот. Короче, мы вызвали скорую. Ну, как мы ее не вызывали. Там нам предложили. Я позвонила в скорую. Я всего лишь спросила, нормально ли что-то такая температура. Что вы посоветуете? Нам сказали его. Вы разденьте. Может, он у вас дома упарился. Вы его разденьте. Еще раз перемерьте. И позвоните. Еще раз. Мы перемерили. Там тоже была небольшая температура. Меньше, чем первый раз, когда я мерила. Перезваниваем. Говорим, такая-то, такая-то. И они нам уже говорят. Короче, мы к вам скорую назначаем. Ждите. Хотя, ну, типа, на всякий случай. Приезжает, значит, скорая. Молодые-то такие люди, парень с девушкой. Парень ничего не знает. Короче, он послушал, конечно, Витю. Говорит, я не знаю, что тут. Это нужен педиатр. Это должен человек смотреть, который разбирается. Ой. Он даже сказал, я не шарю. Ну, ладно. Да, я не придумал. Это прям вот была фраза. Я не шарю. Ну, ладно. Ну, не шарит. Это честно сказать. К скорой вообще... Но приехали очень быстро. Это вот прям плюс. Самый-самый четкий. Да. Может, приехали, я не знаю, минут за пять, наверное, вызвали. Уже звонок. Да. Очень быстро приехали. Это прям шикарно, конечно. Сегодня воскресенье еще. В качестве перевозчика? Отлично. Позывайте скорую, езжайте, куда вам надо. Да. Ну, и в общем, они говорят, парень-то, девушка эти. Мы можем вас отвезти там, ну, типа, посмотрит педиатр. Как это сказать? Как это? Срочно, не срочно, как это? Ну, короче. Вы просто педиатр посмотрите. Ну, в общем, да. Куда ты там отвезем, педиатр посмотрит. В общем, мы поехали вместе с ним на машине скорой помощи. Педиатр. Мужчина там посмотрел, тоже послушал. Сказал, да, горло, конечно, красненькое. Температура не было на тот момент. И нам говорят, мы вам что можем предложить? Либо госпитализируетесь вы сейчас, и на скорой вас повезут, кладут в больницу, ну, меня освейте. Либо вы пишете отказ, что, ну, типа, вы отказываетесь, и все. С нас взятки гладкие. У меня глаза просто налопают. Какая госпитализация? Чего? Не какая-то вроде критическая такая ситуация. Ну, ладно. Как бы, если бы хотя бы госпитализация была в нашем городе, то окей, ладно. Нервотрепка, конечно, жесть. Но дело-то в том, что госпитализацию предложили в области. Потому что здесь мест нет. Здесь мест нет. Говорят, либо в Гусь Хрустальный, либо в Ковров. Я такая... И они говорят, ответ нужно дать прямо сейчас. Едете вы? Или отказываетесь? Я позвонила маме, такая, ёбарс, ты что делаешь, ты что делаешь? Мы с мамой переговорили, короче, остановились на том, что мы понаблюдаем сегодня еще за Витей. И завтра вызовем еще врача. Будем, естественно, смотреть за ним, да. Но как бы в Гусь я не готова ехать и так далее. Ну, короче, мы отказались, чтобы за ним наблюдать. И завтра, если что, вызвать врача. Мама моя, в общем, подсуетилась, нашла педиатра платно из платной клиники, который придет к нам сегодня. Вот к нам женщина, да, вот сейчас вечером приходила. Ну, она посмотрела видео, послушала, все равно горло. Ну, не час, но, мне кажется, она, наверное, у меня 40 здесь у нас была точно. Да, она его посмотрела. Раздевали мы-то, она его слушала, горло, в общем, температуру. То есть прям досконально все проверила. Я тоже сказала про госпитализацию. Она такая, ну, сейчас вот почти всем это вот так вот предлагают. Кто-то государственно так вот вызывает. Говорит, у вас, в принципе, я не вижу ничего, чтобы госпитализировать. Просто наблюдайте. За ним, если температура повысится больше 38, то вот то-то-то-то. Если не повысится, то вот то-то. Короче, ну, дала рекомендации, все записала. Оставила свой телефон, если что, вопросы там пишите. Ну, короче, буду успокоилась. Вот успокоились мы все-таки немножко. Да, кстати, мне понравилось, как она именно с клиником работает. Да, все так спокойно, без спешки. Ну, сейчас, конечно, кто-нибудь, наверное, в комментариях напишет, ну, понятно, за деньги-то. Ну, отчасти, да. Но, знаете, вот эта вот суматоха госпитализироваться в область резко, давайте садитесь там, грубо говоря, да, в нашу машинскую помощь, поедем там, все, вылетаем, выезжаем. Ну, либо уж лучше заплатить, и еще раз придет человек, который не скажет, я не шарю, а все-таки полноценно посмотрит. И, да, как-то, ну... Я не хочу наговаривать на госучреждения, нет, в госучреждениях тоже очень много хороших ключей. Но вот сегодня такая ситуация, что хотелось как-то еще от кого-то послушать, да, наверное, все, совет и так далее. Ну, и вот, очень долгий рассказ, ребят, 7 минут я вам это базарю. Короче, к чему я это говорю-то? То, что планы обломались, и ладно, похрен с ними, снимем эту заставку попозже, сделаем это все попозже. Ну, вот, да, планы у нас сегодня обломились, и такая ситуация получилась, что сегодня мы перенервничали, в скорой помощи побывали, и чуть в область меня не увезли. Ну, рано или поздно мы все равно бы с этим столкнулись, с тем же, как и болеет. Да, ну, короче, вот такая вот ситуация, и поэтому у нас нет новогодней заставки, и блог такой немножечко скомканный, и наряжать елку мы будем уже, ну, на неделе, наверное, на следующей неделе все вместе, заберем украшения там у папы из гаража, все сделаем. А пока что Валер делает одну сторону елки наряженной, чтобы я сняла видео. Типа вот так, просто вот так вот. Повесил, чтобы это в камеру тыкалось. Спасибо, Васе. Украшения почти все его. Ну, только купили мы вот это сами, это машинку, вот это все остальное его, а вот это из Петербурга. Если вы помните, если вы влоги смотрели, мы, по-моему, показали во влоге, покупали вот этот трамвайчик, он стеклянный, керамический. Ну, кстати, разница. Сколько он? Две тысячи и двести рублей. Ну, так как... Ну, то же самое. Ну, как то же самое, вот это прям керамика плотная, такая тяжелая. Ну, это прям плотная, но я имею в виду внешний вид, размер, объем. Ну, похоже. Ну, а так как, ребят, у нас все-таки декабрь и как бы влогмас, несмотря на то, что не ежедневный, не такой, как хотелось бы, адвент календарь все равно есть. Вот такой мне прислали адвент. Вот бренд... Здесь, короче, два бренда. Это Кулру и Холли Полли совмещены, да, эти два бренда. По-моему, здесь, конечно, не двадцать четыре окошка, а двадцать или что-то такое. Давайте посмотрим. Меньше, короче, да, меньше, чем двадцать четыре. Девятнадцать... Девятнадцать или двадцать окошечек здесь. Давайте откроем за первые три дня декабря, посмотрим, что здесь попалось. То есть первое, второе, третье декабря. Сейчас с вами вскроем. Итак, первое окошечко с щелкунчиком. Проламываю. И там у нас сухой шампунчик от Холли Полли. Тру Оридинал. Кстати, такой есть, он с цитрусовым ароматом. И такой шампунь я брала с собой в роддом. Именно тоже зелененький. Вот он так приятно пахнет. Вообще, эта серия шампуней у Холли Полли очень крутая. Я сейчас пользуюсь голубым, полноразмерным. Если не успеваю голову помыть, пользуюсь прям, и мне прям нравится. Прям-прям-прям, господи, слово поразит. Окошечко номер два. Вот я его нашла. Нажимаем и вскрываем, что здесь. Ага, а здесь маска для лица. Она вот так вот склеена, чтобы удобно было поместить. Маска для лица Холли Полли. Young and Beautiful. Питательная. Ну, nourishing. Это питательная. Кстати, да, я пробовала эту маску. Уже делала. Именно такую. Тоже клевая. Прям такая кожа потом брела. Приятная, как персик. И третье окошечко. Может быть, здесь у нас не Холли Полли, а что-нибудь другого. Открываем. А, здесь тоже Холли Полли. И это кондиционер из серии Ocean Drop. Глубокое увлажнение. Вот такая маленькая версия, чтобы брать с собой в путешествие, куда-то в поездочке. Ой, супер. У меня, кстати, из этой серии есть еще и маска. Очень приятный такой нежный аромат, знаете, неназойливый. Да, что-то как будто чуть-чуть сливочное. Но в то же время еще какая-то свежесть присутствует. Прям приятно пахнет. Все, ребята, на этом влог буду заканчивать. Да, буду снимать рекламу. Видите, пока он у нас спит. Немножечко поработаю. Такая нервная половина дня у нас. Сегодня, конечно, такая выдалась. Ничего не скажешь. Вот. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я каждый день что-то пишу, выкладываю. Мы с вами общаемся. Да, там есть какие-то комментарии. У нас там частки, какие-нибудь бурные обсуждения, чего-либо. Ссылка в описании. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok